Понятно, что на пресс-конференции, затрагиваясь темы международной военно-стратегической стабильности, невозможно было обойтись и без запоминания выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, ДРСМД. Напомним, договор был подписан с нашей стороны лидером СССР Михаилом Горбачёвым в 1987 году и до сих пор запрещает России и США иметь наземные ракеты с радиусом действия от 500 километров до 5,5 тысяч километров. Тема сейчас очень острая, поскольку Америка объявила, что из договора выходит. Есть уже и дата, со 2 февраля. Для выхода нужен благовидный предлог. Предлог всегда благовиден, если во всем обвинить Россию. Доказательств в этом случае уже давно не требуется. Так и сделали. Самым подробным образом президент и главнокомандующий нашими вооруженными силами Путин изложил позиции России во вторник, выступая перед генералами в Министерстве обороны. При этом Путин особо подчеркнул несбалансированность с нашей стороны, допущенную при подписании ДРСМД с Америкой в уже далеком 1987 году. Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других. У США были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение? Одному Богу известно. Но это было сделано. А наши партнеры продолжали развивать такие системы вооружения, повторяю, морского и воздушного базирования. Вот это как раз принципиальный момент. Американцы сохранили себе в этой дальности свои крылатые ракеты «Тамагавки» на боевых кораблях в Европе. А у СССР ничего подобного тогда не было. Я уж не говорю о том, что «Тамагавками» были вооружены и корабли других стран НАТО. А мы все свои ракеты средней и меньшей дальности попилили на куски. Американцы тоже сократили у себя свои наземные першинги, но вышло вроде как для отвода глаз, поскольку сохранили же мобильный арсенал ракет средней и меньшей дальности в Европе. Вот и возник дисбаланс. Вот почему Путин сейчас, хоть стилистически и мягко, но все же возмутился, как он выразился, односторонним разоружением СССР, на которое пошел тогда Горбачев. То есть территория СССР осталась под прицелом натовских ракет средней и меньшей дальности, а европейская территория стран НАТО нет. Понятно, что их такое положение устраивало до тех пор, пока в России сейчас не появились новые ракеты на кораблях и самолетах, которые хоть и имеют дальность от 500 километров до 5,5 тысяч, но все же не подпадают под ограничения ДРСМД, поскольку размещены не на земле. Например, блестяще показавшие себя в Сирии ракеты «Калибр». Пущены с Каспия. Но с кораблей класса «Река-море». Такой ракетный кораблик оттуда вполне по нашим внутренним рекам и каналам может довольно быстро догрести до Балтики. У него осадка-то чуть больше двух с половиной метров. Кому-то неприятно, возможно, но не нарушает ДРСМД. То же самое с нашими новыми ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал». Понимаете, да, меняется ситуация. Она поменялась. Но не за счет того, что мы нарушили договор. Мы ничего не нарушаем. Да, она меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружения. Их много таких стран на самом деле. Это уже следующий аспект проблемы. Действительно, ДРСМД запрещает иметь и производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования только двум странам – США и России. В то время как, загибаем пальцы, такие ракеты уже имеют Израиль, Иран, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Северная Корея и, конечно же, Китай. Любопытно, что у большинства из них есть ядерное оружие. Это так, к слову. Есть еще группа стран, которые могут легко и быстро такие ракеты у себя завести. Например, Англия и Франция. Но для США в проведенном списке важен прежде всего Китай. Даже не Северная Корея. Именно у Китая уже тысячи ракет средней и меньшей дальности. И именно Китай сейчас для США важнейший геополитический соперник. Но если так, то почему бы Америке не согласиться на коллективные переговоры по расширению ДРСМД и приглашение туда, например, Китая? Так нет же. США не хотят для себя вообще никаких ограничений. Похоже, готовы на слом всей архитектуры международных соглашений, сдерживающих гонку вооружений. И уже сами нарушают. ИДЖИСы поставили в Румынию, сейчас в Польше поставят. Это прямое нарушение. А ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности, используют уже вовсю. И ничего. То есть в прямую нарушают. А нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии. Путин говорит еще и об американских претензиях по нашей наземной ракете 9М729. Это вариант ракеты для комплекса Искандер-М. Но все испытания этой ракеты в рамках ДРСМД США переполняют лишь подозрения. Ни одного конкретного факта против России в Вашингтоне привести не могут. А говорить по существу в Пентагоне отказываются. В любом случае, для нас сегодня важно, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Для нас советский опыт здесь большой урок. Уже ученые. Военные расходы России вообще-то в перспективе планируют даже сокращать. А на военных производствах увеличивать долю гражданской продукции. То есть, и это важно. Как бы сейчас себя не повела Америка, мы спокойны с уже созданным заделом, без чрезмерных трат. По большому счету у нас и так все есть. Но если произойдет то, о чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!